Закупаются продукты на оптовой базе. Все оптовые базы дают сегодня рассрочку на некоторые продукты 15 дней, на некоторые 30. Значит, привезли, например, к вам в село, и цена между оптовой базой и магазином буквально чуть-чуть растет за счет того, что нужно оплачивать зарплату продавцу и электроэнергию. Сегодня каждый примар, если получит телеграмму с правительством, предоставьте помещение под социальным... Если нет помещения, предоставьте участок, там, 50 квадратных метров. Понимаете, государство не должно закупать продукты, говорить, что нет денег. Это просто нужно... Вот как организовал ШОР, они еще на этом зарабатывают. Берут оптовые цены, привозят, что-то накручивают, и люди довольны, понимаете? А это должно делать государство. И самое главное, еще раз повторяю, на это не нужно денег. Сегодня любой примар и маленького села, и большого города придет, телефонограмма, так, открываем. Ни один примар не скажет, нет, я не хочу, потому что его люди заклюют. И любой примар, неважно от какой он партии, пусть попробует отказать правительству в этом. Понимаете, ну это должно идти параллельно с теми же аптеками, что я вам говорю. Это просто преступление, не иметь государственную аптеку, отдать с участникам. И сегодня или вы платите столько, сколько вам скажут, или умираете еще. Никого не интересует сегодня. Продолжение следует...